...рамыслы России. В 1828 году ему никто не поверил. Следующая книга с характерным названием «Осуществимость российского вторжения в Британскую Индию» оказалась вполне востребованной. Эванс тонко утверждал, что цель России отнюдь не завоевание Индии, а дестабилизация там британского правления. Вероятным он считал не персидское направление, а центрально-азиатское. Далее по Оксусу до Балха и через Кабул к Хайберскому перевалу. Все, в общем, довольно убедительно, особенно для тех, кто не знал этих мест. А их, строго говоря тогда, никто толком не знал. Лорд Элленбора, возглавлявший контрольный совет по Индии, рассылает труд Эванса заинтересованным лицам. Губернатор Бомбея Джон Малкольм записывал в дневнике. Я был убежден, что нам придется сражаться с русскими на Индии. Чего я боюсь, так это оккупация Хивы, которая может остаться для нас неизвестной. А всего через 3-4 месяца враг может оказаться в Кабуле. Джон Малкольм, 1827. Русскую армию надо остановить подальше от Индии. А что там находится подальше, никто не знал. Никаких карт, никаких сведений о русских силах, о флоте, например, на Каспии. Единственный источник информации – Муркрафт, мертв. У британского посла в Петербурге, Гейнсбери, был шпион, который доносил, что России нет сил ни с военной, ни с экономической точки зрения она не способна предпринять поход на Индию. Лорд Элленбора обозвал посла русофил. На самом деле британские страхи были сильно преувеличены. У России не было ни малейшего шанса вторнуться в Индию через Афганистан, как это сделала армия моголов в 16 веке. Европейская армия нового образца с ее сложной инфраструктурой не могла уже повторить такой подвиг и пройти сквозь Афганистан. Это было довольно нелепое противостояние, в котором и Россия, и Британия преувеличивали уровень потенциальной угрозы. Конечно, у русских было больше причин для страхов, чем у англичан. Британская империя была мощнее, подвижнее и могла угрожать российскому ядру. Очень характерная черта всех наших отношений с англосаксами от Британии до США. Британцы, затем американцы, всегда переоценивали российскую, затем советскую мощь. Это характерная истерика в медиа, это абсолютно естественная, генетическая реакция на любые, даже самые сомнительные, проявления признаков российского могущества. И мы боялись русских. Это было глупо, конечно. Я до сих пор не понимаю, как русские бы могли пересылать, перебросить армию через Гималайи, но все-таки мы этого боялись. И я думаю, что то же самое с американцами, конечно. Мы думаем, что это гипердержава сейчас, это и есть гипердержава с точки зрения военной. Но они не чувствуют себя в безопасности совсем. Это нельзя никогда, по-моему, забывать, потому что это объясняет очень много в поведении и нашем тогда, и американском сейчас. Что касается России, то здесь традиция скорее обратная. В России принято было своих англосаксонских друзей-соперников недооценивать. Попытка персидского реванша в Закавказье, спровоцированной англичанами, провалилась. Англичане вынуждены были отказаться от покровительства Шаху, и британское влияние в Персии сменилось русским. Вот в этой обстановке и появляется новая тема в большой игре – Кавказ. Россия прочно утвердилась в Закавказье. В тылу, за спиной Армении и Грузии, народы которых Россия практически спасла от истребления, оказались кавказские горцы – мусульмане по преимуществу. На западе – Черкесия, на востоке – Дагестан. Россия вынуждена была заняться кавказским вопросом. И тут обнаруживается, что там, на Кавказе, уже работает британская агентура. Теви Туркварт – человек, открывший Кавказ для большой игры. Отпрыск одного из влиятельнейших шотландских кланов. Владелец замка на знаменитом озере Лохнесс. Лохнесское чудовище большой игры. Его пылкий шотландский темперамент первоначально привел его добровольцам на войну греков против турок, как Байрона. В отличие от Байрона, он столь же пылко полюбил турок и начал испытывать страстную антипатию к их врагам – русским. Кстати, именно Уркварту Британия обязана появлением первых турецких бань. Благодаря своему влиянию в высших сферах, включая короля Вильяма IV, осуществлял деликатные дипломатические миссии, был назначен секретарем посольства в Константинополе. Там он и установил первый контакт с черкесами. Сопротивляясь России, кавказские народы оказывают бесценную услугу Англии и Европе. Если русская армия захватит Кавказ, уже никто и ничто не сможет остановить ее победную поступь дальше, на юг, восток и запад, и помешать царю стать полновластным хозяином в Азии и Европе. Черкесы являются стражами Азии. Дэвид Уркварт, 1835. Черкесы напоминали Уркварту и его родных шотландцев. Вообще Уркварта вполне современная политкорректная привязанность к малым угнетенным народам. Вы единственный из народов мира, кто узрел истинное лицо России. Потому что вы одни и противитесь ее власти. Но вы должны увидеть и истинное лицо Европы. Ваша безопасность в борьбе с Россией была гарантирована знанием ее слабости. Ваша защита от Европы будет заключаться в знании ее вероломства. Дэвид Уркварт, 1853. Старая привязанность европейских правозащитников к малым угнетенным народам расцвела новым цветом после распада Союза. В 1991 в Амстердаме возникла организация непредставленных наций и народов, ЮНПО. Однако большая часть непредставленных наций представляет народы России. Республика Ичкерия была принята в ЮНПО еще в августе 1991. В докладе лорда Эннелза, главы ЮНПО, подготовленном в 1992 году, говорится. Регион Северного Кавказа представляет для России стратегическую важность и требует особого внимания. Это ворота на весь Кавказ, где Россия хотела бы сохранить свою сферу влияния. Из доклада лорда Эннелза, главы ЮНПО, 1992. Уркварта отличала параноидальная страсть к разоблачению пророссийских заговоров. Даже революционеров 1948 года, венгра Кошута и итальянца Мадзини, он считал русскими агентами, поскольку они, мол, спровоцировали Россию вмешаться для подавления мятежей. Кавказскую войну Уркварт разжигал не только пером или средствами дипломатии, он организовал поставки оружия и даже непосредственно занимался организацией военного дела и боевой подготовкой черкесов. Россия с целью воспрепятствовать внешнему вмешательству ввела блокаду береговой линии под предлогом чумы. Уркварт решает проявить инициативу и подтолкнуть либерального Пальмерстана к действию. Он организует посылку Суджук-Кале судна «Виксен» с грузом вроде как соли. Арест судна должен был воспламенить русофобское общественное мнение. Захват «Виксена» был прекрасным поводом для нападения. Тогда англичане могли бы нанести России сокрушительное поражение. Теперь же сделать это становится все труднее, поскольку ее мощь растет с каждым днем. Суть вопроса не в том, имеет ли Россия право владеть побережьем, а в том, выгодно ли это нам. Британские интересы превыше законов и справедливости, ибо они и есть законы и справедливость. Томас Эдвуд, 1938 Пальмерстан решил все же, что если Черкесия еще и не принадлежит России, то Суджук-Кале уж точно российская территория. Урхварта отозвали в Лондон и уволили. Пальмерстан придерживался того принципа, что не следует использовать внутренние проблемы другой империи. Если бы британцы поддержали кавказские племена, это могло бы дать повод русским поддержать недовольных в Индии. Если вы встаете на этот путь, поддерживая мятежников против своего врага, то оказываетесь в неловком положении. Поддерживать мятежников в другой империи было крайне опасно. Это орудие, которое могло обернуться против вас самих. Урхварт естественно объявил, что Пальмерстан подкуплен русским золотом. Продолжал курировать поставки оружия на Кавказ и разоблачать пророссийских заговорщиков. Основал сеть комитетов по международным делам, занимавшихся системным распространением русофобии в Британии.